Ну что, девочки, вы меня многие просили, и наконец-то я созрела сделать вам видео, как я укладываю волос, потому что вы почему-то считаете, что все дело в стрижке. Да, 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 вы правы, все дело в стрижке, но если я не буду укладывать стрижечку, как она будет выглядеть? Поехали! Челочка длинная, да, понятно, что здесь она вот такая, понятно, что здесь типа какой-то асимметрии, типа пикси, не пикси, шмикси. А теперь моя укладочка будет в течение пяти минут. Мой любимый, старенький-престаренький, но самый любименький фен. Сразу, чтобы исключить все ненужные комментарии, никакой насадки нет, да, вот такой. Никакой дайсон мне не нужен за 700 долларов, потому что все насадки, которые там есть, я их не использую. Он очень, возможно, хорошо у кого до плечей, у кого длинные волосы. Я вам скажу, 700 долларов на дайсон, не мой вариант, мне это не надо, я себе дайсон взяла пылесос. Это меня устраивает. Я 7 лет в Америке, и этот мой самый любимый, прелюбимый фен. 7 лет, утюжок. Поехали! Ну что, девочки, я постараюсь вам сейчас подробно и просто объяснить, как я укладываю свою стрижку. Я не профессионал, но где-то вот я набралась, насмотрелась, и я всегда делаю шедевральные укладки из своих стрижей, какие бы они ни были. Тут я вам рассказываю, что вот эту длинную часть моей челки я укладываю в самую последнюю очередь, я вам все потом расскажу. Конечно, я начинаю всегда с короткой части. Короткую часть я укладываю всегда, не поднимая корни. Затылок я тоже вам все расскажу. С короткой части я всегда начинаю, и я потом перехожу плавно на затылок. Тоже затылок внизу я не поднимаю с под корня, вы видите, да? Что я делаю? Я поднимаю с под корня макушку, и потом хаотично ее подсушиваю. Теперь смотрите, саму макушку я тоже отдельно приподняла с под корня, и опять, видите, хаотично я, а сейчас я переключаю на холодный. Я хаотично вот так подсушиваю горячим феном, потом переключаю на холодный, чтобы в нужном положении мой корень зафиксировался на макушке, у меня своей макушки нет. Естественно, я искусственно ее поднимаю волосом. Значит, смотрите, теперь пришло время уже длинной моей челочки. Я вам рассказываю, что у меня вихрь, поэтому, вы видите, я челку никогда не поднимаю. Я всегда ее вытягиваю, я держу ее прямо вот так руками, и вытягиваю ее, и вот так вытянута я ее сушу, плотно прилегая ко лбу. Обязательно горячим, потом я переключаю на холодный, чтобы волос остыл в том положении, как мне надо. Направляю, естественно, я вам рассказываю, как я направляю свою челку. А теперь смотрите последние штрихи, да, это асимметрия длинная. Я вам рассказываю, что нижние корни, нижние пряди я никогда не поднимаю. Я их всегда только направляю на лицо и только уже, видите, показываю пряди выше, я начинаю поднимать под корни. Видите, сейчас дальше вы будете видеть, как я в другом направлении вытягиваю свою челку. То есть у меня челка всегда направо. Я ее, видите, сейчас вытягиваю на противоположную сторону. И сейчас вы увидите, как я, после того, как я подсушила горячим, потом холодным, и теперь я направляю, видите, посмотрите, какая прелесть и как ровно, как красиво ложится челка. Я говорю вам, что очень хорошо стрижка смотрится и очень качественная стрижка, когда вы можете челку как вправо, так и влево. Сейчас вы увидите уже это последние штрихи, когда я полностью всю стрижечку уже так хаотично фенчиком. Ну и самый уже, естественно, последний момент, это я фиксирую лаком. Лак очень, я пользуюсь только этим лаком, сейчас должна вам показать его название. Это я вам показываю, как я поднимаю пальцами корень, вонзаю прямо свои ноготочки и приподнимаю макушку, больную мое место, чтобы зафиксировать так, как мне надо макушенцию. Скажу сразу, затылок у меня всегда хаотичный, такой бардачок, всегда. Я никогда не делаю, чтобы там было вот как-то идеально уложено. Делаю я произвольно все, влево, вправо, как угодно. Ну, это придает стиль прически. И вы видите, да, челка, как она ровно ложится. Вот я сейчас вам очень все медленно показываю. Результат вы сейчас увидите обязательно. Да, еще можно вытянуть. Это я так уже, знаете, для четкости вам уже показываю. Так я очень редко пользуюсь утюгом. Вот внимательно смотрите, я по порядкам беру. Утюг я делаю негорячий. Видите, волос блестит, довольно-таки здоровый. Видите форму? Ну, вот такая красота. Я думаю, что вам понравилось и довольно-таки стильненько. Посмотрите, я тут уже обязательно смотрю в зеркало.